добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер добрый вечер всем приятно очень приятно всех видеть может быть перекличку мы даже будем делать в начале мы ждем геннадия здравствуйте здравствуйте алексей свечников очень приятно геннадий появился мы его приглашаем добрый вечер здравствуйте спасибо всем за приветствие за умение поприветствовать елена здравствуйте здравствуйте геннадий привет мы сегодня белом мы сегодня в белом под стать теме сегодня же эфир серебряный да хотя ты знаешь я чувствую себя конечно как эту девушку звали золушкой золушкой потому что ты знаешь я по твоему так сказать призыву перед эфиром заглянул в свою серебряную кладовую где знаешь у меня такая в мешках из-под обуви они мягкие оранжевых в мягких мягких разных разного цвета ты научила меня что серебро надо хранить в мягких фланелях как с тем чтобы ну и я так и храню серебро и не достаю его годами но тут слава карантину перебираем буфеты докупаем предметы слава карантину ты не поверишь о какой вещи вспомнил и и чего стоило мне очистить но но я получил большое удовольствие более того это это вещь ты знаешь вообще в серебре для меня есть одна это и достоинство и недостаток ну кроме того что я его люблю как я написал за то что у него такой приятный вес за то что она так приятно на свету блестит за то что он вообще очень приятный человеческий материал с ним как-то верно очень интересно она поднимает настроение она поднимает настроить и вещи какой возбужденный да я вижу а ну в нем есть это и достоинство недостаток а заключается в том что ты немедленно вступаешь с ним в какие-то личные взаимоотношения и почему это недостаток потому что ты идешь мимо магазина ты видишь какую-то вещь и ты понимаешь что как я называю эту вещь надо выручить из магазина надо надо ее как-то усыновить удочерить надо сделать ее своей вступить чтобы эти отношения с которой я с ней вступил глазами чтобы они продолжились и дальше но дальше то она попадает в мою кладовую чтобы не окислялась и вот сегодня сегодня я нашел там прекрасный бесценный подарок своего товарища саши полисицкого ведерко для льда одной французской фирмы под названием кристофель я этот я это ведерко прихвачу с собой завтра в метрополь для нашего с тобой как в круиз все то же самое для нашего с тобой завтрашнего эфира который будет посвящен продолжение разговора о виске о шотландии о ботельных бахах о паже, кураже, блиндаже ажиотаже и об искусстве смешивать об искусстве смешивать но не взбалтывать да не смешиваться не смешиваться с тем что ты смешиваешь и не смешаться в толпе и не делать как все и позволять себе свободу так вот я его покажу завтра но сегодня то я покажу шел я значит по аэропорту города Нью-Дели а мало того что там есть неплохие магазины но есть еще и одна ужасная история связана с этим аэропортом все рейсы в Россию вылетают ночью ночью ты и так не особенно так сказать в состоянии оценивать происходящее а тут еще ты понимаешь короче говоря сегодня я буду впервые заваривать чай в этом чайнике который у меня уже я не знаю лет 7-8 наверное но и это серебряный чайник который естественно для него приготовлен дарджелин он спичлесс и как ты понимаешь дарджелин так сейчас я забыл воду сейчас схожу за водой пока ты молчишь Ген во-первых мог бы хотя бы предупредить или послать хотя бы фотографию этого трофея чтобы я уже была в курсе но на самом деле это серебряная тема все отмечают в комментариях что мы с тобой необыкновенно светимся и выглядим очень счастливыми на самом деле тема серебра она действительно поднимает настроение тема серебра это самый главный вопрос который я получаю в своей личной жизни об этих двух серебряных браслетах на которые я никогда никому не ответила кажется я о них все знаю да но публично мы никогда не будем о них ничего рассказывать и серебро это тот металл которому я доверяю единственная золотая вещь в моем быту это дулевская розовая птица и еще дулев второй сорт держатель для яйца с позолотой внутри все все остальные больше у меня золотых позолоченных предметов дома нет но в прошлом году в Петербурге у меня появилась одна прекрасная сирень ложечка для варенья через какое-то время у меня как-то нужно было все это спасать но кстати вот эта ложечка для варенья она вылилась для меня в тот проект который я никогда не скажу что слава карантину но у меня никогда бы не было времени и возможности так вдохновенно заниматься своим проектом брошей если бы не это образовавшееся время и я работаю над ним с октября и материал естественно серебро поэтому вопрос о чем говорит серебряный эфир и почему это так звучит но это признак благополучия серебро всегда серебро это признак достатка но благополучие это намек на уютный дом на индивидуальный характер дома правда на не все Геннадию как у тебя в мешочках самых мягких из-под самой мягкой обуви спят такие трофеи но вот эта серебряная история она действительно даже маленький анонс вызвал огромное количество вопросов и мне приятно приятно что уговаривали не бросать эфиры но ты мне сказал самый главный довод ты сказал время же читают я же каждый вечер поэтому наш эфир мы не сможем прервать и вопросы которые я получила ты знаешь я делаю благодаря нашему аукциону очень часто этикет-квиз и нахожу там вещи которые меня занимают ты меня проверял ты меня начал проверять первым и заставлял угадывать я такой что ты знаешь Таня но угадать это было легко потому что с этим совсем я сталкивалась но например а еще вчерашний эфир о роскошной квизе Сане Элина Бромберг из Неявка прислала мне фотографию балкон квизе Саны два бокала бутылка шампанского в кулере естественно фрукты и тот самый знаменитый квизе Сана брелок от ключа металлические ключи помнишь настоящие ключи до магнита до притрагивания до входов что вот эти культовые ключи которые кстати Дайана Маджастик в Милане дарила своим любимым клиентам когда они перешли на электронные ключи мой наш зритель и мой фолловер Вандер Вудсен имя собственно не прописано спрашивает где производят вот те кьюриосити те странные вещи которые я публикую из которых я делаю эти кэт-квиз я отвечу что это роскошная сахарница это естественно английское производство и это шикарная пить и сомнений нет а вещица сегодняшняя которая которая опубликована она произведена в Швеции это такой намек большинство ответов все верные но я специально жду чтобы выждать чтобы этот серебряный эфир еще было ему продолжение на Наталье Мартимьянова дочь которая обладает моей прекрасной незабудкой благодарит нас за я благодарю ее за единство душ она показывает мне свою сервировку чая и там был тот намек до которого мы с тобой зайдем только в пятницу а наше единство душ уже в этом настроении поэтому Наталья Элин спрашивает можно ли смешивать посеребрение фраже и серебро мне кажется это нужно смешивать это абсолютно это это обязательно во-первых мы даже любой гранд-отель даже те любимые гранд-отели которые список там historical hotels свитцерленд и прочее они все равно смешивают нет ни одного производителя который снабдил бы нам тем необходимым поэтому я в отличие от тебя я знаю что ты свое серебро Памполони который тоже серебряный дел мастер помимо того что он расписывает и фарфор он делает и серебро и отец его тоже занимался тоже был силверсмифом и я знаю что этот массив у тебя был давно это прекрасное прекрасное серебряное очень мужские очень лаконичное как все ты любишь очень стейтмент столовое серебро но для меня столовое серебро это не только вилки ложки и приборы для меня это весь абсолютно это тот реквизит и у меня большой вышлист если ты спросишь чего же мне все-таки не хватает у меня есть 3-4 позиции которых не хватает я догадываюсь догадываешься но это полмалискина но позиций не так много но производители под ними тоже прописаны что бы я хотела получить поэтому например Наталья Элин пишет что она так увлеклась нашей этой игрой в предметы и в перебирание буфетов что она поняла что ей не хватает маффин уома это такая раскладная штучка куда кладут выпечку и которую подогревает мне не хватает может быть стерлинг сильва почему нет мне не хватает хороших ножниц для винограда а виноград я люблю мне не хватает держателя для тоста куда бы я могла складывать вот этот свой кекс с изюмом мне не хватает мне не хватает хорошего костера подставки под бутылку мне не хватает мне не хватает мне не хватает хорошего серебряного чайника заварочного но не хочу тебя обидеть я присмотрела один в Павловском дворце серебро Китай эмали серебро в магазине в магазине или в музее в музее в залах Павловского дворца и я многие вещи Елена Ваевская знает что я мечтаю о чашке для саке и это очень сложная мечта чашка для саке ну прости чашка для для мачи для мачи прости я так я начала так представлять да это должен быть объемный сосуд и я тебя с одной стороны прошу сделать нам курс по взбиванию так я же привез тебе чашку для мачи но она у тебя а я здесь ну 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 да кто-то хочет я вижу в ленте хочет гаджет для подачи артишоков серебряные они есть в двух моделях они есть во французской модели и в английской модели например я не хочу клоши для того чтобы не оставало блюда я не хочу постановочные тарелки подобные Екатерине Второй я этого всего не хочу список небольшой но он очень-очень веский и очень-очень емкий веский в прямом смысле да да поэтому но я но я тебе должен сказать что мое заточение самоизоляция и вот эта вот история которая так сказать ты меня подвигла на серебряный эфир да и то что я то удивительное совпадение потому что ты знаешь что у меня есть это серебро в Памполоне которое я редко достаю но нельзя сказать что я забидую Геннадий но я просто знаю очень-очень его люблю редко достаю но оно матовое оно матовое и например вот к этому сияющему после того как я его сегодня очистил чайнику оно совершенно не подходит но я заказал онлайн будучи тобою представлены некоторые вещи которые теперь я могу доставать этот чайник абсолютно без угрызений потому что смотри вот у меня есть теперь чайник есть ситечка Геннадий я до слез тронута потому что над этим дном под ситечкой работала я да я знаю мой прекрасный вклад и это и я ты знаешь я подумаю о том что мне нужно второе такое же потому что а то и два еще потому что его очень удобно можно использовать под соль и перец просто когда ты ставишь на стол очень красивая форма очень красивая форма помнишь мой когда в Асторий я примеряла форма идеальная я должен сказать спасибо форма идеальная и и и более того я нашел и второе применение потому что ты можешь перевернуть например и яйцо поставить да я иногда свечу завожу в дно ставлю одно а множество всего ну естественно что у меня появилась блестящая ложка и ты знаешь я никогда раньше я не очень понимал вот это сияющее блестящее серебро ну мне нравятся матовые вещи мне нравится молочный фарфор мне нравится матовое серебро мне нравится матовое золото мне нравится белое матовое золото, да, и ну, какие-то вот такие вещи, но ну, во-первых, с возрастом начинают нравиться блестящие вещи, а во-вторых, просто, ну, происходит же удивительная история. Ну, вот, например, ну, появился у меня когда-то этот чайник, и я его, мне он понравился, потому что у него идеальная форма, он очень удобный, потому что у него деревянная ручка. Кстати, нам приходил вопрос, а если чайник полностью серебряный, в том числе и ручка, как же им пользоваться? И я в этот момент вспомнил, что в хороших отелях всегда есть вышитые, вышитые с логотипом отеля такая прихваточка, уголочек, сшитые два уголочка, которые надеваются сверху на эту ручку и позволяют, если у вас нет такой фирменной прихваточки, возьмите просто белую салфетку и оберните ей ручку и пользуйтесь. Да, но это может быть связанная крючком вещь, это может быть милая вещь, которая осталась в наследство дома, потому что всегда были бабы на чайник, и всегда были на самом деле такие держалки. Конечно, но вообще, так сказать, если мы вспомним, что все-таки самовар металлический, он горячий, и краник, и чайник, и так далее. Так вот, и я понял, что, конечно, таким вещам, которые ты влюбляешься, и потом пытаешься придумать им применение. Эта вещь, конечно, естественно, есть применение, потому что ну это, так сказать, чайник. И я, так сказать, ну, ты меня познакомила с этой компанией «Русские самоцветы». Я посмотрел каталог, я нашел эти вещи, и мне кажется, что, как сейчас модно говорить, гештальт закрыт, потому что теперь я могу пользоваться, наконец, этим всем великолепием. Но я, правда, еще до конца не решил, какую к этому нужно чашку. Какие чашки, какую чашку, потому что, ну, я пользуюсь любимым своим молочным японским фарфором из Арики. Красиво вчера рассказывала о сочетании, о сочетании, о сочетании стекла, фарфора, хрустале, об Александре Третьем и всех этих вещах, действительно, что нас спрашивают, можно ли сосчитать фражи, можно ли сосчитать серебро и фражи. Конечно, можно. Я еще раз подчеркну, это нужно, это ваша индивидуальность. И, например, я не очень люблю отвечать, ты меня, кстати, научил, умело отвечать на вопрос, какая ваша любимая книга. Я сразу отвечу о той книге, которую я сейчас читаю. То есть я сойду, отвечу, но в то же время не буду обнажаться и перечислять долгий список книг. И для меня, на самом деле, покупка стекла, вот она может произойти легко. Я не знаю, как ты покупал в своем помпалоне. Было ли это, я помню, в центре Флоренции был магазин, в который я подводил, заводил. 15 минут. Я к выбору столового серебра относилась, это была моя такая, знаешь, это был очень, почему-то я считала, что это очень серьезная покупка, она навсегда. Мне не досталось полноценного, хорошего набора столового серебря из дома, у нас его просто не было, и были разовые, красивые, полу-ювелирные, ювелирные изделия, но никакого сета не было. И ты знаешь, жизнь моя связана и с антикварами, и с антикварными рынками, и я всегда докупала, у меня всегда есть какие-то странные вещицы, и ты так аппетитно показываешь свои трофеи. Так вот, я хочу поделиться тем, что именно благодаря своему этикет-бранч в Астории, на который пришла Татьяна, которая меня потом познакомила с художницей Татьяной, с которыми мы делаем мои броши, она подарила мне эту ложку для варенья, на которой была дивная сирень. И я, вот как ты, 15 минут, я не раздумывала. Я вернулась домой, я посмотрела все, что у меня есть, я подвинула тоже коробки, потому что я все раньше хранила в коробках, ну, чтобы патина не появлялась. Вопрос о патине очень важный, напомни, потому что я сегодня приятные 45 минут имела очень приятный разговор со своим тоже единомышленник и даме, которой я всегда звоню, когда мне нужно получить ответ на фарфоровый, стекольный, любой вопрос. Профессоры. Да, профессоры и человек элегантный, профессор и тюнинг быта. Она все сразу скажет, как за этим ухаживать, у кого что есть, да, и это очень важно. Поэтому, и единственное, что почему я не могла выбрать тоже столовое серебро, ты знаешь, все мои пламучие офисы, я их снабжала столовым серебром, я со всеми поставщиками всегда работала. Кристоф не скрывает, что он производит серебро в Бразилии, они получают из Бразилии некоторые предметы из своей коллекции. Делает прекрасное серебро картье, столовая линия, приборы, Тиффани, конечно. Но сегодня ты меня поразил чайником. Что? Неужели? Не такая большая. Неужели на букву П? Пуфорка. Не Одио. Одио для меня это самый культовый производитель серебра, француз. А для меня как раз Пуфорка. Э, вуаля. Это делает только Пуфорка. Мы не говорим о цене. Это вещь вообще. Она у меня вся поддержанная. Она не блестит, как твой чайник. И я не люблю этот дикий блеск. Она в технологии Пуфорка. Я старался сегодня для тебя. Нет, ты не старался зря. Пуфорка делает этот сосуд для шампанского. И внутри у него, я не знаю, насколько это покажет экран, но внутри у него нарезка такой мелкой-мелкой спирали, которая всегда оживляет шампанское. Я бы не знала об этом трюке. Естественно, я купила его на вторичном рынке, на я сначала не поняла. Это впервые, но это был 92-й год, 93-й год. Я даже не знала, что это такое, почему он из вазочки пьет шампанское. Знаешь, опыт дает нам очень много. И он мне объяснил, что его шампанское теплое, поэтому он всегда опускает его в серебро, которое понижает на пару градусов температура. И эта нарезка, эта нарезка внутри, она такая деликатная, в этом и есть ноу-хау Пуфорка. Этого больше никто не делает. Она всегда будоражит пузырьки. И шампанское живет совершенно иначе. Он сказал, конечно же, это не Гранд, я не пью Гранд Крю здесь за обедом. Он пил регулярный винтаж или винтаж, я даже не помню, я не помню этикетку. И я запомнила эту сцену, естественно, Игорь подарил мне этот прекрасный сосуд, и это был знак, это был канун моего дня рождения. И антиквар так обрадовался, он говорит, давайте я вам сделаю гравировку. И он сказал очень важную фразу. Он сказал, но просто царапать что-то навряд ли, давайте я отнесу ее в Пуэфорка. И вам, вы высокопружеская пара, у вас годовщина свадьбы, давайте что-то вам напишем. Игорь смутился, я смутилась, во-первых, я тогда плохо знала, это была моя первая встреча с Пуэфорка, это теперь я на Авенео-Матиньон знаю этот дом очень плохо. И действительно, это вот такая уникальная совершенно вещица. Вообще, полезное и не полезное серебро, об этом тоже идут большие дискуссии, верно, насколько оно полезно, сколько нужно монетку, детям, взрослым, кому. Ну, я точно знаю, что я ни в коем случае не первой глашатой здорового образа жизни, но у меня есть свои правила, чтобы поддержать свою энергию, поддержать свое настроение и, по крайней мере, владеть своим организмом. И я точно знаю, что достоинство серебряного чайника, оно как раз в том, что тепло серебра оказывает достаточно хороший эффект. Может быть ово-доз, может быть слишком сильная доза серебра, как любой металл, да, но серебро, ведь на самом деле здесь, в любом изделии, это нечистое серебро, это сплав, правда, он дает крепость, он дает гибкость и прочие вещи, поэтому это нечистое серебро, не нужно грешить на серебро. Это сделано так, чтобы это, в принципе, культовое, серебро было всегда культовым и всегда было признатым. Его могли позолотить, единственное, где оно не держится, на фарфоре, да, там делают рим из платины, чтобы не темнело, чтобы, если ты будешь чистить, ты можешь сорвать все это прекрасное, все эти прекрасные усилия. У моей мамы была такая маленькая, в советское время это было достаточно распространено, такая позолоченная, позолоченная, с милыми-милыми цветочками, и она у меня тоже всегда в патине. И на самом деле я сегодня позвонила Светлане Громовой в московский дом фарфора на Ленинский. Я не знаю, была ли она на Ленинском, я не спросила, я спросила, здорово ли она, потому что кто-то из наших слушателей задал вопрос, как правильно чистить серебро, то, что у Кристофля есть четыре жидкости, четыре вида жидкости, это я знаю. Но мне очень хотелось узнать народные, потому что Светлана знает все. И она сказала, что Одио, как раз вот этот культовый производитель, реплик, дворцовый, прочего-прочего, они советуют свои приборы, потому что они делают и столовые приборы, точно так же, помимо минажниц, они советуют просто мыть, серебро мягкой губочкой в мыльной воде. Светлана сказала, что серебро можно натирать и содой, влажной фланелевой тряпочкой или какой-то перчаткой. Она также мне сказала, что она также мне сказала, что была традиция на Руси, когда господа заказывали новый сервиз, его отдавали челленджи, потому что было некультурно есть из очень начищенного серебра. Такова была три традиции. И поэтому я не стесняюсь патины. На самом деле патина, с одной стороны, говорит, что вещь старая, патина говорит о том, что вещью мало пользуются. Поэтому в этом есть на самом деле тонкая грань. я знаю, я знаю, что кто-то не любит серебро, прочитает платину, потому как серебро темнеет. Но в этом, мне кажется, и еще Светлана поделилась абсолютно русским. И я знаю, что так чистили раньше парусиновые теннисные туфли. Это зубной порошок. Она сказала, это редкость. Это зубной порошок. И им прекрасно справляются до сих пор хозяйки, без всяких там... И она сказала, что на самом деле эти микроцарапины, которые появляются при пользовании серебром, это украшает. Это дает такую историю семьи на самом деле. Потому что материал ценный. Я считаю, что семейные ценности, они являются подлинными драгоценностями. Но вот серебро, как раз изделия серебра, ты так красиво сказал, что они отражают свет, они отражают тепло, они отражают... Они проводят все это. И несут на самом деле традицию, историю семьи красиво. И я хотела бы сейчас оторвать телефон от моего нового девайса. Если бы ты видел мой дом, я себя чувствую сейчас просто не то, что начинающим блогером, а уже блогером с первой стипендией. У меня и свет, как ты сегодня видишь, меня лучше видно. И я хочу... Ты наконец распаковала этот девайс юного блогера. Да. И я хочу отключить. Я хочу перейти. перейти. Быстро... А вот здесь посмотри, какие позолоты. А здесь какая штучка. А здесь эстонское серебро. А здесь, а здесь кусочка тряпочки. А какой красивый серый бархат. А посмотри, что вошло в набор. А я знаю, это то же самое, что и у меня. Да. Скажи, пожалуйста, а ты любишь, что все-таки блестящее серебро или сереброматло? Ты знаешь, все, что попадает ко мне в руки, перестает быть скоро блестящим. А вот так? Да. Видишь меня? Все в порядке? Да, прекрасно. Я удивлялся с самого начала, что у тебя не падает телефон, что равномерное освещение. Теперь-то я понимаю. Я подсчитала количество просмотров. Я подала на синий значок в своем инстаграме. Все было сделано сегодня утром. В 7.30 утра. Итак, сбылась моя мечта. И я укомплектовала свой набор. Ты же знаешь, что я очень... Это моя тема, тюнинг быта. Сколько, как потратить, получить удовольствие, что нужно. Ты знаешь, с какими великими людьми из Форбса я сражалась за покупку лишнего набора фруктовых вилок и фруктовых ножей. Они говорили, зачем? Здесь тот же размер. И фрукт, и рыбная вилка. Я говорю, да. Но вес разный. Никто этого не поймет. Я говорю, ну, может быть, мало кто поймет. Но француз, который к вам приедет и сядет за стол, он точно поймет, что он ест фруктовой вилкой. Она по весу не та. Хорошо. Но не приедет француз. Ты знаешь, какие были доводы всегда. Француз не приедет. Итальянец не поймет. Тогда делаем так. Покупаем на 14 меньше. Я говорю, хорошо. Но если гости едят рыбу, а потом нужно будет подавать очень быстро фрукты. Ты будешь недоволен перформансом. Я буду виновата. Персонал приходит на яхты всегда на один сезон. Посмотреть мир и скоро с кем увидится. И все. И я говорю, мы задержим фрукты. Просто у нас не хватит вилок. Хорошо. Бери, как ты хотел. Поэтому это было моим большим упражнением. И с мужчинами утверждать покупку, с одной стороны, легко. И мне надо с женой советоваться. Но, с другой стороны, это должно быть все оптимизировано. Очень успешно оптимизировано. Поэтому, на самом деле, увлечение мой, на самом деле, английский только шлифуется от того, что я прохожу такие названия. Из чего должен был бы состоять? Квадки. У меня был список. У меня был список. Из чего должен состоять? Ну, например, я брала только ложки. То, что мне нужно. Это должна была быть sterling bladder. Это должна была быть хорошая серебряная поварешка. Всегда multi-use. Ею можно подать крюшон. Ею можно подать суп. Ею можно подать много вещей. И я знала, что она должна быть 35 см. По английскому стандарту. Английский и французский очень одинаковые. У каждого производителя всегда будет маленький стиль, маленький вес. Все будет меняться. Но, тем не менее, в русских самоцветах она 37 см. Идеально подошла. Мне нужно было такая же маленький соусник. Такой же маленькая поварешечка для соуса. Грейви. Так и называется. Она была 23 см у англичан, 21 см русских самоцветов. Еще, естественно, должна была быть ложка для салата. Ну, как без этого? 27. Здесь она также 27 см. Затем мне нужна была столовая ложка. У англичан в среднем 22 см. Здесь у меня 21 см. Потом десертная ложка. 18 см. Здесь 19 см. Потом должна была быть кофейная ложка. Чайная ложка, простите. 14,6 см. У англичан здесь 15 см. Потом должна быть ложка для вареного яичка. В наборе самоцветов нет. Но у меня есть такая английская. 21 см. Потом, конечно, должна быть ложечка для сахара. 14,6 см. Подожди. А у меня есть ложка русских самоцветов для вареного яйца. А у меня нет в наборе. Я проверю. Ген, вот в этом наш союз безгранично удачен. Ты понимаешь? Я просто не знала, поэтому не заказала. Потому что заказ формировала я. Дальше. Должна быть ложка для горчицы у англичан. У меня такой нет, но я думаю, что мы же купаж, блиндаж и ассамбляж можем делать. Ложка сита. Вот есть у меня ложка сита. Французская. 10,8 см должна была быть английская. Потом должна быть ложечка у англичан, которая вынимает, как это называется, мозговую косточку. Как это? Скажи, пожалуйста, это ложка, которая с одним плоским краем, да? Да, ложка-нож. И на самом деле это ложка-нож. И это самое удобное. И вообще я вообще предпочитаю, извини за немножко в сторону, я вообще предпочитаю есть вилкой и ложкой. Да. Если это какой-то, так сказать, потому что если есть соус, то мне, конечно, удобнее есть ложкой. Да, и подливать соус. Иначе будет журавль и листиться. И самое удобное, вот эта ложка гурмана. Потому что одной стороной ты можешь использовать ее как, фактически, как нож, и другой стороной, просто она сделана так, чтобы не было. И для десерта. Это самое удобное. Ты можешь легко, проводя по дну тарелки, этой ложкой, тебе не надо... Тебе вот этого звука не будет. Это правда. Так вот, еще должна быть... Я спрашиваю, для чего ложка-ситечка? Мне приятно, что все слушают и задают вопросы. Ложка-ситечка для, в конце концов, для чего-то, что мокрое. Это может быть варенье какое-то. Это может быть ложка-ситечка, применяется для очень... Оливки. Для оливки. Для оливки это отдельный гаджет, отдельный девайс. Но да, то, что нужно отделить от жидкости, от воды. Англичанам нужна ложка для заварки чая. В самоцветах роскошная. Маленькая ложка для бэби. Она с круглой ручкой. Если кто-то рассмотрит фотографию на повторе, она есть у меня с круглой ручкой. Бэби-спун. Естественно, в православии она есть во всех перегородчатых эмалях. Безумно красивая, со всеми мешутками. У меня такие есть, с моим ласкательным именем. Потом должна быть ложка для спагетти. Это уже итальянизм. Мы, ну, как ты знаешь, макаронники, это были дети, которые отправлялись после школы в Италию на полтора года обжиться. Они уже возвращались с длинными волосами в Англию. И ложка для спагетти, наверное, привозилась как трофей для мамы. Хотя в Италии никто не использует ложку, чтобы есть спагетти. Никто. Нет, подавать, сервировать спагетти. А. Сервировать с острыми краями. Это именно сервировочная. Ложка для коктейля, для бара обязательно. Ложка для икры. Ложка деревянная, ложка на кухне должна быть. А для икры тоже серебряная или с перламутровым? Серебряная не используют. Я думаю, это перламутров всегда. Мава Ф. Затем спатула. Это маленькая лопатка. Торт или многофункционально. Киш. Все подавать. Потом должна быть дозатор. Ложечки дозаторы серебряные. Потом должны быть ложка для подачи томатов. Просто разрезанные помидоры, чтобы обязательно серебряной ложечкой приподнимать. Потом должно быть сито серебра, стерлингованное. Потом должно быть, конечно, для конфекционная ложечка. Конфекционная ложечка. Для чего? Для подачи сахарной пудры на фрукты и ягоды. Когда я взяла для заказа весь свой этот лист. Это такой срочная мечта. Так он и назывался, естественно, также. И я нашла, что у русских самоцветов есть набор, который называется классический. Это самое простое, самое прекрасное. Ордико, я бы сказала. И я тайно подумала, что на место вензеля, на эту форму, где-то, куда ставится вензель, я бы когда-то хотела сделать свои перегородчатые эмали. Я бы когда-то хотела свои цветы туда поставить. Когда их будет. И я посчитала. Я сделала такую калькуляцию. Работодатели меня научили очень многому. Для себя я тоже подсчитала. Я посчитала, что набор классический состоит из 30 предметов. На одну персону? Да, на одну персону. 30. Из них сервис 16 предметов. Можно не покупать, как я говорила, своему работодателю. Но чем мы это все подадим? Пали этими хохламскими ложками? Он сказал, хохамскими, покупай. Татьяна всегда была строга со своими работодателями. Это мне повезло, что я не работодатель, а равноправный, хоть и снизу, но равноправный партнер Татьяны. Дай мне договорить про калькуляцию, как про деньги, ты не хочешь слушать, Геннадий. Уже все есть у меня дома, я ничего не торгую, не прошу. Из 30 предметов, 16 это сервис, я поняла, что мне нужно их иметь. Потом я поняла, что странные предметы, у меня достаточно 4 человек, уже 6 таких требовательных ко мне точно не придет, потому что я не смогу для них приготовиться. Ну, не возьмусь и не буду. И тогда свой регулярный сет из 10 предметов я умножила на 12. И получила всего 160 предметов. И еще я очень боялась коробок, поэтому здесь я попросила Татьяну, то что я у графини в Венеции подсмотрела, она все паковала в хороший венецианский бархат, все было в кармашках. Татьяна утвердила со мной цвет бархата и упаковала мне мой сет таким образом. У меня получилось одно большое покрывало, которое очень красиво тесьмой свернуто. И у меня получилось еще несколько таких свертков, которые по количеству людей я достаю. Вот такая история. Поэтому это мой лайфхак, это мой тюнинг быта. Это, ну, не будем говорить, что то, что я видела в сервизных кладовых и в Павловском дворце, там тоже было на что посмотреть. Почему я доверила самоцветам? Во-первых, самоцветы – это арти. Они были созданы для того, чтобы ремесленников поддерживать в 11-м году, чтобы каждый ремесленник не пропал, а был систематизирован, классифицирован и прочее. А в 13-м году, я забыла кто, но кто-то из наркомов приказал, чтобы эти промыслы и эти драгоценные металлы, предметы быта из драгоценного металла стали не только доступными для народа, но и стали предметом экспорта. Поэтому, когда я свои броши задумала, я подумала, что каждый, кто уезжает из России, захочет с собой иметь маленький цветочек. Или когда он скучает по Родине. И на самом деле… Когда он скучает по тебе, Татьяна. Ну, я тебе подарю букет цветов. Потому что ты больше, чем Родина. Спасибо. Приятно. Так что вот такие траты, но они уже состоялись. О ценах не говорим. Это все есть на сайте и прочих вещах. Коробок избежала, хотя хороший поставщик, естественно, они… Ты знаешь, у Кристофля нужно заслужить такого красного дерева, многоэтажный комодик. И почему я никогда не рекомендую доставать эти вещи из паз? Потому что тогда их атакует патина. А когда они лежат в своих кроватках, могут здесь укладывать спать. У меня нет места для такого пыльного короба. И потом он не пройдет в мой дом культуры. Это будет слишком помпезно. Хотя, может быть, это и включено в цену. Ты можешь арендовать соседнюю квартиру. Я не буду туда ходить. Я и так живу на первом этаже, на втором этаже. А кто-то там будет жить в своих кроватках серебро? Ну нет. Здесь у меня все хорошо. Я придумала такой лайфхак. Я этим очень горжусь. И я уже модифицировала ситечка, сделала ему основу. Это единственный мой опыт, почему я и с тобой вступила в диалог. Потому что я слушаю тебя и могу поделиться с тобой то, чему меня научили заказчики, чему меня научила жизнь. И кто-то сказал, что всегда за все я благодарю свою тетю. Нет. На самом деле мои родители внесли самую главную лепту о том, что они встретили друг друга и сделали меня такой, как я есть. Поэтому они, наверное, поняли, что бороться с этим сложно, зная свой характер мамы, зная свой характер отец. Поэтому пустили меня в третьем лице. Тетя мне все объяснила достаточно быстро. Кстати, самый главный вопрос, что ты сегодня пьешь? У твоей тети идеальные абсолютно имя и фамилии. Поэтому мне так нравится говорить Амалия Рюдберг, перекатывать это на языке. Это словосочетание, это прекрасное имя. И, во-первых, ты знаешь, что, ну, когда, я не знаю, Амалия Иванова, мне как-то вот это не хватает. А вот Амалия Рюдберг... А бабушка Юлия Рюдберг. Становится абсолютно все на свои места. Все на свои места. В советское время их называли Амалия Матвеевна Рюдберг. Это было так в советское время. Да. Красиво. А кто ты пьешь сегодня, Геннадий? А я сказал в самом начале, что по причине индийского происхождения чайника я засыпал его дарджелингом, рэр дарджелинг первого сбора, и он абсолютно меня радует. А ты что? Что это? Кто напоминает тебе этот цвет? Этот цвет мне напоминает... Виски? Да. Это что, скоттиш? Ты думаешь, я его нагрела? Это тот чай, который никогда нельзя заваривать в висинской глине, чтобы она не пропахла. Это тот чай, который заварочку можно хранить только в полиэтиленовом пакете, чтобы весь твой... У меня пока нет такого шкафчика для чая, как ты присмотрел. Такого комодика с прозрачными стенами. Думаешь, как брать? Да, комодик бери. Вот у меня такая упаковочка. Это лапсан сушен. Вот этот трудоемкий чай, который большой лист, и они его никогда не скрывают. Цвет великолепный. Прошло уже больше, чем 6-8 минут. Это правда. Но на самом деле я узнала про него в Париже. Мне всегда казалось, что он пахнет тем... Это пахнет моими смолеными лыжами в детстве. Лыжами, конечно. На самом деле его готовят в материале, в сосновом. И он должен пропахнуть сосной. Но сначала убивают весь аромат и вкус зелени в нем. Поэтому это такой трудоемкий процесс. Я его очень редко пью. Но я о нем забыла. И единственный вопрос... Как я о своем чайнике. Да. И мне захотелось лапсан сушен. Вот этого черного лапсан сушена. И я знаю, что ты любишь сигары. Редко, но любишь. Раньше я тебе их подвозила чаще по просьбе пересадки в аэропорту. Теперь ты сказал, тебе не надо. Это правда. Но, например, Черчилль... Это уже надо, уже надо. Уже надо? Дай бог, 12-го летит первый самолет. Так что скоро будет. Этот чай до сих пор выписывает Ее Величество. Этот чай выписывает парламент Англии. Его любят не только мужчины и женщины. И это был любимый чай Черчилля. Потому как, когда он не мог виски... Были такие состояния здоровья, когда он не мог виски и не мог курить. Он пил лапсан сушен. Поэтому это такое воспоминание с 93-го года для меня. Чай свежий, естественно. Но я его никогда не покупаю много. И никогда все равно не храню в холодильнике. Потому что весь мой первый этап... Это говорит о качестве лапсан сушена. Потому что лапсан сушену тоже может быть рознь. Правильно? Он может вообще быть не таким ароматным. Так что... Но я удивила тебе по ФРК? Да, конечно, удивила. Ещё наши слушатели и зрители... Геннадий, я тебя потеряла. Я потеряла тебя. Простите, простите. Там прорывался... Да, я уже вернулся. Да, я вижу. Это ты? Да. Прорывался звонок какой-то и не хотел отключаться. Наши зрители не знают... Может быть, там кто-то и знает, а кто-то и не знает, что Pure4Cut, как производитель серебра, и хрусталь Сен-Луи входят в любимую мною и, возможно, Татьяной группу Эрме. Как Джон Лоб. Да, как и Джон Лоб. И это гарантия качества. Ну, вы скажете, это культ. Это культ. Это один адрес. Я тоже обожаю этот магазин на углу. Мы тянем. Ближайший магазин серебра к Елисейскому дворцу. Да? В квартале Пьера Кардена. Да, в квартале Пьера Кардена. И это элегантное очень место. Но... Как бы говорят, это напротив ресторана Маркет. По-моему, ресторан Маркет уже потерял свою популярность. Не знаю, я не был в нем лет 10. Я была однажды. Долго списывали деньги с моей карточки. Каждый день понемногу. Потом выяснилось. Поэтому этот ресторан я посетила только однажды. А, но зато до сих пор расплачиваешься? Нет. Карточки застрахованы. Так не сказать. Ты знаешь, меня... Я... Вообще говоря... Ну, так как я, к счастью или к сожалению, я влюбляюсь в вещи, я их как-то даже одушевляю. Да? Вот так этот чайник индийский, про который я сегодня рассказывал. Или вот, например, эта ситечка, оно для меня абсолютно одушевленный предмет. И я, так как одушевленные предметы, мне хочется сразу узнать что-то о них, я немножко поинтересовался историей тоже. Ты начала уже рассказывать про русские самоцветы. То, что родилась как артель незадолго до Первой мировой войны. Тогда же, вообще говоря, артели мастеров-ювелиров, естественно, большинство их было сосредоточено в Петербурге, потому что большинство заказчиков было там. И если в, значит, в такую консорцию в Петербурге вошло порядка 120 ювелиров, в Москве чуть больше 40, и еще в некоторых других городах империи. И это были, конечно, первоклассные ювелиры. Одно имя Карла Фаберже, что значит для мировой истории и не только для истории русского ювелирного искусства. Но сам по себе более-менее в том виде, в котором сегодня существует объединение русские самоцветы, это уже продукт советской реорганизации. Потому что в начале 70-х годов, когда благодаря Косыгину происходили разные реорганизационные проекты и процессы в советской экономике, и некоторые из них даже позволили оттянуть конец советской власти вместе с экономикой. Так вот, в том числе была реорганизована ювелирная промышленность. Произошло укрупнение, и в Ленинграде три знаменитых предприятия. Собственно, завод «Русские самоцветы». Ленинградская ювелирная фабрика, которая была частью монетного двора. То есть она подчинялась до этого, соответственно, Госбанку. И это было большое предприятие, 2000 человек работало на нем. И именно там было лучшее серебро в стране, потому что это было серебро доказанного, скажем так, качества и происхождения. Потому что из него штамповались монеты, из него делались награды и так далее. И третьим заводом был Ленинградский ювелирный завод, который располагался в Петергофе. И это были, со времен Елизаветы и Екатерины, это были мастера огранки. То есть огранки, мастера точной подкорки, мозаики, огранки и так далее. То есть это были мастера, которым не было, так сказать, трудных задач. И они, кстати говоря, они единственные, кто сохранил династию, династическую историю. Потому что, так как они представляли собой некоторое важное стратегическое значение, и даже во время Гражданской войны, и потом во время Великой Отечественной, там, так сказать, как бы репрессии не настолько коснулись этого предприятия. И вот все эти три, два завода и одна фабрика были объединены в Ленинградское производственное объединение «Русские самоцветы», которому потом были, что называется, прорезаны. Самоцветы с маленькой буквы, русские с большой. Да, были прорезаны еще, так сказать, институт научно-иссельские, лаборатории и так далее, и так далее. И это стало предприятие, которое обеспечивало четверть розничной торговли в СССР в 70-е годы. Четверть, 25% всей ювелирной изделии. Вот что значит экономист, Геннадий, вот что значит экономист. Ну скажи, ответь мне на вопрос. Ну мне это страшно интересно всегда. Ну это и есть история, это true story. Я бы никогда не купила, я могла бы привезти из Франции, но я всегда хотела иметь русское серебро. Это была моя мечта, я не знала, как ее осуществить. И скажи, какой еще предмет создан русскими самоцветами, который нам с тобой особенно дорог? Ну а мы, один из предметов, мы покажем его в пятницу. Нет, нет, мы не можем его показать в пятницу. Русские самоцветы сделали рубиновые звезды для Кремля. И когда они были... Я не знал об этом. Их заменили для того, чтобы их провели электричество. Одну роскошную звезду поставили на шпиль московского речного вокзала. Откуда уходил наш теплоход. Помнишь, ты меня спросил, где ты взяла такую фотографию? Тогда у меня был только Фейсбук. Ты просто удивился, где я взяла такую фотографию? Да, тогда у меня еще была леечка, и я могла зум-ин. Да, и это мой обсессион. Ты знаешь, я всегда останавливаюсь и фотографирую освещенные рубиновые звезды. Но звезда шпиля морского речного вокзала... Вот я приеду, когда запустят самолеты, я приеду в Москву, и я заеду туда и посмотрю, как она выглядит. Браво, спасибо. Я оставлю вас, если позволишь. Ну, ты не выключайся. Ты можешь оставить пустое кресло, потому что иначе мы не сможем сделать перекличку. А я пока останусь и обиду наши планы в следующие пару дней. А ты можешь выйти из кадра, если тебе срочно... А я должна нажать на End? Нет, не нажимай ничего. Он закончится сам через 4 минуты. Я буду здесь. Мне, на самом деле, выходить никуда не нужно. Просто мне нужно переключить другие девайсы. Дорогие друзья, во-первых, пишите, откуда вы. Сделаем перекличку. Сегодня нас больше, чем обычно. Сейчас нас смотрит 831 человек, участвует в нашем эфире. Значит, что я вам хотел еще рассказать. Во-первых, мы продолжим. В пятницу мы делаем с Татьяной эфир, посвященный русскому чаепитию. И нам как раз помогают русские самоцветы, потому что... Ну, вот у меня, например, не было приличного подстакальника, да и неприличного тоже не было. И мне как раз прислали для этого эфира прекрасный подстаканник серебряный с перегородчатой эмалью, который я вам покажу в пятницу. К нему прилагается ложка прекрасная. Мне прислали прекрасную вилочку для лимона, потому что мы, конечно, с Татьяной можем спорить по поводу того, нужен лимон или не нужен. При чаепитии. А что это вы не пишете, кто откуда или как-то у нас тут все застыло? У меня все, Геннадий. Ты вернулась? Да. Нам почему-то не пишут, кто откуда. Видимо, испугались. По-моему, у нас тут что-то застыло. Ну, хорошо, я продолжаю рассказывать. Про ресторан-театр просите. В пятницу мы расскажем о русском чаепитии. Завтра мы рассказываем о гостиничных барах, о private club, про частных клубах. Members Only, о искусстве смешивать. И таким образом вот наш четверговый эфир будет вместе с... Мы проведем его с коктейлями и с хайболлами и так далее. А в пятницу мы с вами, как я вам сказал, поговорим о русском чаепитии. А что мы будем делать в субботу, мы еще не решили. Но мы точно решили, что так как нас просят те наши прекрасные дамы, которые были гостями нашего ужина в понедельник, мы сделаем, по крайней мере, на какое-то ближайшее будущее наши встречи по понедельникам традиционными. Поэтому Татьяна скоро у себя на сайте поместит объявление, кликнув на которое, вы сможете бронировать места на нашем ужине. Татьяна... Петербург, Казахстан, Алматы. Да, а у меня ничего не появляется. Я читаю тебе. Благодарим. Санкт-Петербург, Браво, Астрахань. Приятно, Павел, получили вы все ответы на ваши вопросы. Я следила за ними. Про зеркала расскажем. Шедеврально. Благодарю. Очень жду этой встречи. Я тоже. Вильнюс, Литва. Приятно. Спасибо. Спасибо, Вильнюс. Спасибо. Лариса, Нью-Йорк. Прекрасно. Рига, Юрмала, конечно. Краснодар. Роскошно. Авочки. Я не знала, что аватарка называется Авочка. Слушатели, зрители узнают. Англия. Благодарю, Алексей. Конечно. Благодарю. Благодарю, что познавательно. Карелия. Родина моего отца. Алматы. Баку. Всегда. Минск. Роскошно. Не знаю, Минск или Минск. Лариса Шнейдров. Конечно. Псков. Геннадий. Вполне может быть, что Мостерфлот отвезет нас на озеро Ильмень. В Новгород и оттуда до Пскова недалеко. С благодарностью Одессы. Всегда с благодарностью в Одессу. Очень приятно. Киров. Вятка. Красиво. Даллас. Не было. Одесса. Роскошно. Тайлин. Чудесно. Мяу. Светланочка Вольер. Вот это я понимаю. Геолокацию Светланы. Токио. Конечно. Спасибо. Майами Бич. Браво. Кемерово. Очень хорошо. Так что русская тема, мне кажется, русские самоцветы, русский файл-клок роскошный. Благодарю, Геннадий. Киев. Спасибо. 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 Сочи. Приятно. До свидания. Доброго. До свидания. Выпьют емку водки. У меня есть такой перевернутый. Алексей Городнев. Здравствуйте. До свидания. Мы прощаемся с вами. Продолжение следует.